Всем привет! Мы дома. Начинаю это видео с прекрасного борща Насте. Он еще немного остается. Да. Баночка помидоров мамыных. Короче, такие наши. Такое у нас начало этого видео. Будем кушать, а дальше уже будем включаться. Всем привет! Всем привет! Все, мы на курсах. Это локация наша, по которой нас вычисляют ненормальные. Очень холодно. Тоже в Германии похолодало. Конечно, не так сильно, как в Украине, но тоже холодно. Отошли мы от дороги, отдохнули, выспались. Ноги отекли вообще конкретно после автобуса. А представственность, если бы мы ехали не 22 часа, а 50 на автобусе, что было бы тогда с нами? Есть люди, которые ездили с нами сейчас. Да, и мы таких лично знаем, и они в шоке от этой поездки. Ну, когда 50 часов в автобусе, там 10 на границе, да, польской. И да, и при этом им там по 50, по 60 лет, ну, типа, вообще. Они сильные люди. Крепкие, но. Там нам написали, что вы этот, что вы жалуетесь. Это нормальная дорога, вы не должны устать. Типа, поезд, поезд, поездом, но вы тоже поймите. Верхняя полка, это не так уж классно, как кажется. Да, на поезде, ну, более-менее нормально. Но потом, 5 часов ожидания. Потом, 22 часа автобуса. Ну, в автобусе реально тяжело. Особенно тем, у кого есть какая-то проблема со спиной, да, ну, вообще. Поэтому, ну, не-не-не. Если в следующий раз ехать, то только через самолёт. И через самолёт дешевле в разы, если заранее, да, выбирать билеты. Если там попадать на какую-то акцию, то только через самолёт. И реально никому не советуем через автобус ехать, вообще нет. Или, если есть возможность, в Германии там до Польши на самолёте, а потом на поезд. Только так, по-другому реально никак. Вот. Такое. Немецкий уже забылся за эти каникулы. Да, Наша? Да, ну, домашнего всё равно было. Сейчас пока что на 40 прошло. Да, очень много было домашнего вообще. Очень много. Сейчас вот перерыв. Сейчас мы только доделали, ну, она только проверила домашнее задание, потому что было очень много. Вот. Я такой, Настя вчера нам больше приготовила, вкусный, молодец. Сегодня мы сейчас сразу после курсов едем на термин Насте в Job Center. Она берёт свой диплом, ей там дадут какую-то бумажечку, с которой она может поехать потом перевести этот диплом на немецкий. Вот. Также у неё будут спрашивать, кем бы она хотела работать в Германии. Да, возможно, мне даже придут, а я не откажусь. Да, кстати говоря. И, скорее всего, да, мы с Настей будем говорить, что мы бы хотели, чтобы нам присылали варианты работы. Потому что мы уже всё-таки всё передумали. И лучше нам пойти на работу, чем ходить на курсы. На работе, я думаю... Разговорная часть пойдёт. Если, да, если нас будут окружать немцы, если будет возможность как-то с ними коммуницировать, общаться, то язык будет даваться намного лучше, чем на языковых курсах. А вообще у меня лично настроение такое, всё бросить и на хаос. Да, Аня вчера меня просила. Украина. Она вчера... Да, я говорю, Настя, давай, говорю, ну... Она мне вчера говорит, давай уедем, пожалуйста, давай уедем. Я говорю, Аня, подожди, время надо. Не знаю, мне очень хочется домой. Там небезопасно. Я вообще... Меня настолько это всё вот после поездки накрыло, когда я понимаю, что почему из-за какого-то... Не хочу, да, выражаться. Люди должны скитаться по миру. От своего дома, от своих родных, от своего жилья. Да, ну, это вообще, ну, мы вот когда даже с Настей ехали, мы реально думаем, ну, какого чёрта из-за сумасшедшего человека страдает такое количество людей. И это мы страдаем только, да, морально там, да, как-то, а те, которые вообще потеряли всё. Ну, в общем, тут можно говорить долго, и так все всё понимают, но я не хочу... Да, вникать в это. Это всё, да, здесь нет смысла, потому что мы уже поняли, что... Ну, нет никакого смысла. Поэтому, да, но реально, ну, я понимаю, что я очень хочу домой, и я, я не знаю, скорее бы уже, ну, как-то всё это решалось, потому что, ну... Ну, вот всё не увидим. Я вообще планирую ей сказать, если она сама мне не предложит работать, я скажу, отправляйте мне письма с работами, если у вас есть такая возможность... Ну, да, какие-то предложения. Хотя бы поработать, я только за поработать, и я же говорю, это может быть надолго длиться, и поэтому, да, в безопасности нам надо находиться здесь, мы это прекрасно понимаем, но я понимаю суть, что с курсами дела не будет никакого. Поэтому я хочу уже просто либо пойти работать, и всё. И потом через время, конечно же, я тоже такой же, я не знаю, как Аня, ты сейчас, но я всё-таки намерена уезжать домой, ну, через какое-то время, если будет безопасно. Вот так вот, ладно, всё, я не буду долго этот, потому что холодно, я не могу держать телефон, поэтому мы уже включимся там, как съездим на термин. Всё. Всем доброе утро. Ну, у нас утро, у вас уже день, наверное. Кого как, как обычно погода, тот день. Кого как, да. У нас прохладно вообще, похолодало. Кстати, я смотрела, когда мы были, Аня, с тобой в Харькове, здесь было тепло. А как только мы приехали, всё, похолодало, уже всё. Хорошо, кожанка меня не спасает. Да, уже сейчас будем за муку скорой давать. Да, я уже такая готова, чтобы я могла подеть. Так, ребята, что хотела вам рассказать. Вчера мы съездили в джоп-центр, я ездила. Я с тобой тоже ездила. Да, меня вызвали по поводу диплома, по поводу курса, всяких вопросов. И что же, я хочу вам рассказать. Да, диплом я предоставила, мне сказали его поехать перевезти. У нас тут в городе есть два бюро. Да. Я поеду, не знаю, если это работает, я думаю, это фирма, в которой ты делала перевод. Что мне сказали, перевезти диплом и принести, и джоп-центр оплатит эту сумму и предоставить документы. Кстати, перевод стоит около 200 евро. Да, 200 евро, да. Но сказала, что стоит 200 евро. Это раз. Да, это я займусь на следующей неделе по поводу диплома. На это я уже не буду, потому что к нам гость еще приезжает девочка вот на днях. И что еще? Тебе еще сказали, что подтверждение диплома будет онлайн. Да, подтверждение онлайн. Либо на украинском языке, либо на английском. Я тоже этого не поняла немножко. Вот. Даже не на немецком. Я всегда думала, что на немецком будет подтверждение диплома. Я тоже так думала. Интересно. Да, вот мне интересно будет. Онлайн. Онлайн, да, это все будет происходить. А у меня, кстати, такого нет. Хотя я у него спросила, типа говорю, а как я буду подтверждать, если я конкретно немецкого не знаю, если как психологию на немецком. Ну, это либо украинский, либо английский. Да, потом она сказала, да. Ну, там был переводчик. Онлайн буду, да. Просто мне не говорили такого. Я так поняла, что я буду на немецком когда-то его подтверждать. Ну, когда-то, да. Я вообще не знаю, что там. И то, если я вообще захочу работать в этой сфере. Да, я же поэтому... У нас, к сожалению, нет опыта работы психологами как такового. Что мы просто не успели. Ну, не работа, да, конкретно. И вообще нам надо еще учиться и учиться. Это сто процентов. Потому что это все уже забылось. Конечно же, сколько лет прошло. Ну, вообще такое. Ну, это такой момент. Хотя я уточняла, типа, что я хочу изначально. Ну, я сказала, так я думала. Что изначально я хотела бы попробовать воспитателя в детском саду. Она спросила, почему не психолог. Как мне показалось, что меньше, как бы, знаний немецком языке нужно воспитателю. И нам посоветовали. Ну, да. А она говорит, вообще-то, типа, B2 нужно знать, ждать для воспитателя детского сада. И больше она... И она еще говорит, вообще-то, нам нужны психологи. Да, и потом она уже начинает, да, давай, я тебя не вижу, типа. Я говорю, окей, такой момент. Допустим, говорю, сейчас, говорю, я сейчас схожу на курсы, у нас уже пошел B1. Я сказала то, как оно есть. Говорю, А1, А2 было еще более-менее нормально сейчас. Сейчас B1, вообще, говорю, я не успеваю, я не могу, мне очень трудно, очень дается тяжело язык. Сказала, она просто, она прямо сказала, очень все плохо. Я говорю, все, у меня все плохо. Через переводчик это все было. И, как бы, я говорю, какие мои дальнейшие действия, если, допустим, я не сдам B1? Она сказала, что не переживайте, мы посмотрим. И дополнительно, да. И дополнительно вы будете ходить обратно на курсы. Я говорю, спасибо. Говорю, хорошо, такой вариант. Потом я говорю опять, а что, если, может быть, вы сейчас мне предложите какие-то варианты работы? Ну, есть ли они вообще, да. Есть ли они вообще, я сказала, мне интересно, есть ли у вас работы без знаний, не имеется... Да, это видео еще раз хочу сказать, посвящается хейтерам сейчас с этого момента. По поводу работы. Так вот, вот это же я спросила, давайте ищите. Она начала искать в компьютере. И у нее начинала она своих 300, да, 300 людей, да, ну, таких социальщиков. Ну, да. Пробивать, которые пошли на работу. Некоторые без знаний немецкого поездка. Там два человека. Там было два или три человека, два даже, по ходу, да. И она не могла до них дозвониться. И то она сказала, один человек это бармен какой-то, и то она не могла даже понять, что это за работа. Там непонятно точно. А второй человек это уборщица, так это было, если я не ошибаюсь. Вроде уборщица. Да я не помню, но она сказала то, что я вас не вижу уборщицей, для мужчин еще можно что-то найти разнорабочее, а для женщин только уборщицей, но она говорит, я вас не вижу, я вам говорю, вам надо учить язык. Все, то же самое, что было тогда, когда мы еще, извините меня, когда, ну пусть восемь месяцев назад, девять месяцев назад, десять месяцев назад. Все, ничего не изменилось. Нет, работать без языка. Неужели вы не понимаете, да, когда вам говорится, что мы ходим на курсы, что, может быть, дай бог сдать эти экзамены, нет, не получится, вот, мне человек ответил, что я пойду заново на курсы и буду начинать опять учить. Так мы только запойте на работу. Да, я же поэтому прошу. Я не знаю, может быть, именно у них там, да, в базе нет такой работы, может, надо самим еще поискать, но мы и смотрели, но надо думать что-то, но действительно. Ну да, поэтому я же пришла, я же, я уже была целенаправленно идти работать, я пошла просить работу, и когда вы думаете, что вот, там тоже некие блогеры показывают, что ну реально не хватает, ну не знаю, в моем случае это правда, вот, человек вчера искал, звонил даже, она звонила ребятам, которые. Позвонила. Но не брали трубку, но она дала мне один листочек, она там напечатала какую-то фирму, не знаю, что это за работу. Это она там, я так поняла, что это при церкви нужны психологи. И не факт, что на немецком, возможно, типа, как украинский психолог. Да, она сказала, да. Ну мы туда, конечно, позвоним. Да, я сказала ей, конечно, она говорит, типа, на... Иди, стань сюда, там, человек. Ну у нас присылает, кто у вас там может и говорит, на немецком языке, пускай наберут и спросят вообще, что нужно, и так далее. Сказали, конечно, без проблем, и только за. Да, я, честно говорю, я вчера пыталась несколько раз уточнять у меня по поводу работы, потому что я ей сказала, коренька, никак язык не идет, пожалуйста, давайте спать мне работать. Да, она же напрямую говорила. Без всяких проблем, но, увы, все, что она сказала, вы же поймите, типа, да, есть профессии, но мужскую, ну, физическую. Разнорабочие, ну так переводчик перевела. Малеры и так далее, да. Так что не пишите бред, вот реально, уже закройте эту тему и все. Ну, если реально в джоб-центре так говорят, то что вы хотите от нас? Да, я тоже не понимаю. Вообще. Не получится, курс, ничего, заново. Мы, конечно, еще будем, сами еще поищем варианты, возможно, не в нашем городе, потому что если найдем работу в другом городе без знания языка, то мы же не будем привязаны к этому городу. Вот. Еще, может быть, зависит от города. Если это был большой город, может быть, и нашлось бы работу, сто процентов. Так это у нас тоже не маленький город. Еще плюс, я же говорю, может, будем узнавать у знакомых, тогда я буду писать ей на почту. Если ей договорилась, что если что-то я буду узнавать по поводу работы всякой, я буду ей писать на электронную почту, что вот, мои знакомые там нашли работу или я нашла там работу. И я хочу пробовать. Мини-джоб найти реально, в принципе. Да, это да. У нас тут много есть объявлений. Но мини-джоб мини-джобом, а нужна реальная работа. Да, хочется как-то. С минималкой, там не с минималкой, ну хотя бы что-нибудь. Работаешь, оплачиваешь себе квартиру, чтобы вот это не было комментариев всяких. Поверьте, мы очень сильно хотим работать. И я с ютуба тоже налог плачу, можно так сказать. Да. Так что, ребята, всегда можно... Пусть и небольшой, но тем не менее с меня списывают деньги. Не бойтесь, это тоже беженцев касается. Спрашивайте в жоп-центре по поводу работы и всего. Холодно уже, не могу держать. А мы на этом все. Я думаю, вы меня поняли уже. Я не хочу возвращаться к этой теме. Так что закругляемся. Гудбай. Ладно, все, ребята, всем пока. Пишите комментарии, ставьте лайки. Чусь.